Мне очень приятно выступать вами на Мазах, я вам даю предложение, ну и, конечно, это большая честь, выступать с лекцией в рамках водолопочек. Позвольте мне начать с некоторых, так сказать, общих характеристик, связанных с тем, что 20-й век часто называют вверхом атомной энергии. Ну, я лично, как философ, назвал бы больше вверхом неклассические науки. Причем, неклассическая наука, она как бы характеризует и начало 21-й. Первые проблески неклассической науки, они как раз и относятся к Казахскому университету и к идеям ловачевства. Место по этому Казахскому университету в истории науки мировой, но и отечественной науки, она уникальна. Уникальна еще и потому, что неклассическая логика тоже начала развиваться именно в Казахском университете. Здесь, мне кажется, мы можем привлекать одну интересную черту, связанную с развитием логика. Дело в том, что проявляционные идеи имеют значительно больший шанс появиться в тех центрах, где работают талантливые, способные ученые, но не связанные традицией устойчивых научных школ. И в этом смысле Казахский университет представляет для себя как раз тот центр, где были замечательные ученые, но в данный момент, когда они работали, не был устойчив к научным школам. Ну, имя Николая Александровича Васильева, оно очень интересно, поскольку Николай Александрович, это не только, как сейчас считается, очень крупный логик, известный в игровом масштабе, но и очень интересный мыслитель, с широкими интересами в области этики, истории, метертого обедения, по-третьей, ну и он отметился как интересный очень переводок, и в следующий периодчик. Николай Александрович в своих стихах написал, что мы медленно быстро не отплащаем лагерь, но была еще и пора. И в этом смысле он как бы предосвещал судьбу своих людей. И если проводить какие-то параллели, то в каком-то определенном значении мы можем сравнить Лобачевского и Николая Александровича Васильевна. Николай Иванович Лобачевский открыл новые горизонты математического знания. Николай Александрович, но открыл новые горизонты развития логического знания. Лобачевский создал не в кридрую геометрию, а Васильев создал не арестовую логику. Лобачевский сделал порыв в области классической науки, и Васильев, параллелор, параллелор, параллелор и обор, как это я вот отметил, работали именно в Казахском университете. Николай Александрович Васильев происходил из очень интересной и важной для оказания семьи. Дело в том, что его дед, Василий Павлович Васильев, был крупнейшим отечественным ингредиентом, академиком Петербургской академии наук. Василий Павлович Васильев был женат на почере Ивана Михайловича Симонова, который после Лобачевского являлся верхом, а не казалось, университетом. Вот семейные фотографии, вы видите, семьи Васильев, но уже там, где фигурируют, на самом деле фигурируют сына Гягорьевич Павлович Васильев. Вот Николай Александрович Васильев, это Александр Павлович Васильев, о котором я буду рассказывать и попозже. Это Сергей Александрович Васильев, ну и анализ дочерей Николая Александровича Васильев. Сергей Александрович Васильев, о нем я дальше не буду говорить, он был очень сильным железнодорожником и министром транспорта в правительстве Кейнска. Потом он именивировал в Соединенных Штабах. У Василия Павловича было два сына. Один Николай являлся довольно крупным революционером. Здесь его фотографий нет. Он также был соратником Георгия Валентиновича Михаила. Скончался в 2020 году от ТИФ. А вот Александр Васильевич Васильев, который я забрал, он здесь. Он сыграл чрезвычайную важную роль в развитии математической мысли в Казахском университете. Он закончил Петербургский университет, но после Петербургского университета стал работать в Казахском университете. Это был человек с прекрасными организаторами способностей. Во многом благодаря Александру Васильевичу было создано Казанское медико-математическое общество. И он являлся его председателем с 1990 по 1905 год. В 1906 году Александр Васильевич был избрану первой Государственной думы. Но когда Дуба была распущена, в 1907 году он был избран в Государственный совет под университетом и академией наук. Александр Васильевич Васильев предпринимал колоссальные усилия, связанные с популяризацией идеи Лобачевского. Он был одним учредителем премии Лобачевского. И памяти, которая стоит рядом, во многом тоже не отословлял. Александр Васильевич Васильев имел очень высокую рекудацию в мировой математической и философской мысли. Он не только лично был знаком со многими математиками, а когда он стажировался в Германии, то он стажировался с руководством хронекера Гиммер Штраса. Неблагодаря этим сеансам Александр Васильевич всячески пытался и достаточно успешно привлечь внимание мировой математической мысли к Казахстанскому университету. Он был избран, избирался в президиуме и в математических конгрессах, и в философских конгрессах постоянно. Причем, когда Александр Васильевич Васильев в 1926 году не смог поехать на конгресс в Гостон, то он заочно был избран в президиум, поскольку уважение к нему составляло это сделать мировой сообщество. Натяна Васильевич всю жизнь писал биографию Лопачевского, и она издавалась в более и более объемном виде. И вот в 1927 году он закончил наиболее полную биографию Лопачевского, но кто-то, видимо, в последний момент вспомнил его политическое прошлое. То есть, что он и в Думе, и в постсовете, и подписывал письма против изъятия готовых ценностей. И вот эта книга, она, к сожалению, была просыпана уже после того, как в автору поступила бьется. В связи с двухсотлетием Саняра Андреева Лопачевского мы с Александром Петровичем Широховым смогли посоветовать и отчасти прокомментировать эту книгу. А ответственным редактором этой книги являлся крупнейший историк профессиональной математики Адольф Валович Нюшкин. Когда Василий Павлович Васильев, отец Александра Васильевича, вышел, занялся на сотни Ивановне Симоновой, но им было подарено линейное камень. Оно находится примерно в 40-90 километрах от Казани. И это было самое любимое место семьи Васильева. Васильев Павлович, Васильев там и похоронен. Я еще об этом и по поводу скажу. И вот в Канге проходила очень интенсивная интеллектуальная жизнь. Туда приезжали многие знакомые этой семьи, в частности, допустим, Мирния Сочерстя. То есть Канге было своего рода билетним центром, которое сплачивало Симоновасию. Александр Васильевич Васильев был жена, в том числе очень видного, чертого и деятеля в области образования Павла Павловича Максимовича. И родная сестра Александра Павловича Максимовича имела брата Владимир Павловича Максимовича, который тоже работал в Казанском университете. То есть это был приватно центром, казалось, в университете. Но, к сожалению, вот по имени Максимовича шла, наверное, не очень благоприятное генетическое влияние. И Владимир Павлович Максимович и Александр Павлович Максимовича, к сожалению, покончили с собой в весьма раннем области. Вот в 36 лет жена Александра Васильевича Васильева, она, к сожалению, не ушла. Николай Александрович Максимович 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 Максимович, который начал вести в самом игрушечном возрасте, вспоминал о том, что Кайен для него представлял особое место, где он взрослел, где он знакомился с миром. И в этом дневнике он отмечал те дневники, те статьи, которые он прорабатывал. Николай Александрович Васильев учился во второй казахской гимнадии. Здание это тоже сохранилось. Вот мы видим Николая Александровича с друзьями. Справа паралл-симмоним, потоки его сейчас еще живы неким матерительным образом. Николай Александрович Васильев в юношестве, когда ему было 17 лет, он конспектировал уже весьма серьезные труды. По логике, в логике, в логике Славлива, и даже статью по логике отношений Чарльза-Пирса. Это очень сложная статья, необычная. И по всей видимости, у Николая Александрович Васильева в то время уже зародилось некое чувство, связанное с тем, что, возможно, не только Борисовича не было. Николай Александрович Васильев занимался и поэзией. Он относился к такому движению, как символизм. Для символистов вообще была достаточно характерна тема других миров. Но Александр Васильевич Васильев надеял эти меры именно противоречивыми свойствами. Так он писал, есть мир иной, мир беспечальный, где все единство без конца, где каждый атом близкий, тарний, из части одного кольца. Там волк покоится с авторю, с невинной жертвою поваживает, там сверст смешался со слезой, затихнул в жизни в плотный плач. Николай Александрович был единственным из символистов, которые затрагивали вот эту идею, связанную с противоречивостью мира. Николай Александрович закончил медицинский факультет в Казамском университете в 1904 году. Но врачом он работал в правительстве долг. Он был послан в деревню в 8-м университетского уезда. И оттуда писал, читая Египет, что он восхищен детей создать мир, вывести его из одного к единственному началу. Видимо, карьера медика Александра Васильевича Васильева не очень университетов. И он поступил на историко-филологический факультет в Казамском университете, который закончил в 1906 году. И после окончания он был оставлен для приготовления к профессорскому званию. Он хотел заниматься на самом деле психологией, прежде всего. Но и это понятно, потому что психология вплоть до начала 20 века, она проходила по кардере философии. И все философы читали психологию. Но это как раз был последний период, когда психология еще не была автономной, самостоятельной. И вот Александр Васильевич Николаевич пытался работать в музыкальной психологии. Летом он поплесно проводил свое время в Кайниках. И вот мы видим довольно-таки посыдную фотографию, в которой семья Васильевых в Кайниках изображена в виде естественной Александра Савельевича. Дело в том, что рядом с именем Кайники было имение будущей жены Александра Савельевича Керемского, в ходе Львовной Барановской. И у Васильева есть психотворение, посвященное в ходе Львовной Барановской. Вот она в подвенечном платье. Причем рядом должен был быть Александр Савельевич Керемский, но фотография в советский период была разрезана по полу, чтобы удалить, не дай бог, такую фигуру из семей. В ходе Львовной Барановской и Александра Савельевича было два аппарата, то есть два сына, Олег и Лев, которые позже эмигрировали в Англию, и там достаточно хорошо известно. Я, будучи наслаждением Львовной Барановской экономики, встречал с случаями Керемского, и мы до сих пор делились все случаями Керемского, но они, к сожалению, уже фактически язык не знают, но хорошо помнят о своем прошлом. Вот, когда произошел октябрьский переворот, то имение Калина фактически было разрушено, но памятник Василию Павловичу Васильеву, основателю этой династии, и Софье Ивановне сохранялся. Когда я приезжал в Кальпе, примерно во второй половине 80-х годов, он был в целости сохранности, и лежал рядом с правлением того сельского совета. Когда я приехал уже позже, в 97-м году, то его оттащили, видимо, трактором в другое место, и, к сожалению, некоторые буквы были нарушены. Я вчера позвонил священнику в церкви, где венчался Александр Галочевич Емискин, именно вместо воздействия в церкви, спросил его в основном в церкви. Он сказал, что пока очень восстановлено, очищено, и, по крайней мере, там ведется услугу. Но память Василия Павловича Васильевна и Софья Ивановна Симовна исчез. И так, может, кто-то заранее. В 2008 году Николай Симовна в Россию едет на два года на СССР в Германию, Францию и Великобританию для преподавления, соответственно, с злами, как-то тогда назывался. Это была традиция, которая поддерживала отечественную дорогу на очень хорошем уровне. Николай Александрович участвует в философском конгрессе в Геймельберге и дотянует свои вынуждения о конгрессе. Он знакомится с мусорами, он знакомится с другими достаточно крупными фигурами. И именно там ему приходит идея, связанная с реформацией Луны. Мы видим здесь диплом от Николая Александровича. И обратите внимание, что на самом деле те, кто заканчивал университеты, слушали сегодня в день госпорядка 12, от силы 15 курсов, а не полусотниках сейчас. Вот в Германии у него приходит идея о том, что возможна неаристотиевая логика, что аристотиевая логика на самом деле реальность несовершенной. И вот эти идеи, они как бы были достаточно обычны для того философского сообщества. Хотя не то, как философство, я сейчас скажу об этом чуть побольше. Вот один из крупных в то время философов, главный обитатор журнала «Демонис», он имендающий до сих пор, писал, что если существует диаметрия стильного пространства, почему не должна существовать своего рода истремленная логика? Создание такой логики, безусловно, ярость исключить на научном открытии, на которое еще не получен патент. Какая заманчивая возможность определить судьбу Риммана в области Лоима. Причем дальше он замечал, что открытие неаристотиевого логики превзайло все научные достижения, которыми восхищался в то время Лоима. Ну, здесь Раус как бы ворвал в некое общее настроение, которое царило у многих крупных мыслителей. По неаристотиевой логике думал такой мыслитель, как Чарльз, крупный мыслитель, как Чарльз Перс. Правда, он сначала назвал эту логику нефридовой, потом неаристотиевой, но Пирс в своих книгах как я прочел в будущем архиве Чарльза Пирса в Минденаполисе, что он решил дальше не развивать эту линию связанную с созданием такого рода логики, поскольку она ему кажется не вполне естественной. Этим занимался Олег Смейнон, который говорил о противоречивых мирах, ну и безлучайно глубокий критики основные законы логики, закон противоречия подверг Янглукасевич. Янглукасевич считается самым одним из важных предшественников неплассической логики. И вот 18 мая 1910 года Васильев читает в казахском мерсете лекции, где он излагает основные идеи логики, которые чуть позже, два года спустя, получили название воображаемые. Он эти идеи связывает с отказом от ряда основных логических законов. Речь идет о законе исключенного третьего и законе противоречия. Дело в том, что для классических формальных систем противоречивость и тривиальность они собственно совпадают из противоречия выводимо все, что будет. Если это изобразить я специально причем выводимо должен. Если изобразить этот закон, который сейчас еще называют закон несколько, из противоречия выводимо все, что будет. Васильев который был знаком с математической логикой, но работал в малинистовой теории парадигии, он прежде всего связывает много выводов с новым и столкованием качества и количества суждений. Он утверждает и пытается это обосновать, что на самом деле нет суждений частных, все суждения относительно понятий общие. Для этого он как бы выносил отказаться от этих законов это раз. Во-вторых, он скрывает в логике то, что можно назвать эмпирическими составляющими. и считаю, что логика основана на определенных эмпирических общениях, связанных с психологическим устройством возманющего субъекта. Дело в том, что Васильев замечает, что у нас могут быть только положительные ощущения. То есть мы не можем ощущать не белый цвет. Мы можем, как он обсуждал, говорить о красном, зеленом и так далее цветах. Но можно представить зеленый мир, в котором субъект ощущает и другие цвета, белый и не белый. субъекты. И тогда эти цветы предполагают совершенно другие, другой наброс суждений. Набор, который включает в себя противоречивые суждения, допустим, типа С, есть П и не П. а это воевает за то, что добавляются новые качества и количество суждений. Он определенный образ классифицирует. И мы должны строить логику логику не на квадрате ворцеположности, а на треугольнике ворцеположности. И говорится не о законе безвлеченного третья, а законе безвлеченного четвертого. Ну и так далее. Дело в том, что Николай Александрович Васильев происходил, учился у достаточно умных и шарфой гамудирных создавателей. Ну вот если говорить о том периоде, который пригодился на его учения, то это Павел Иванович Смирнов, который он заснал, Геннадзинский, Гляев, Магомейский. Ну и Васильев был знаком с работами Борецкого. Борецкий это тоже особая фигура в истории логики и особенно отечественной логики. Он первый в России прочитал в 1888 году курс математической логики. Его фигура достала очень хорошо известна. в мире есть закон Борецкого. И интересно, что несмотря на то, что это идеи бойщики на столетней давности, они иногда востребованы. Несколько лет назад я получаю письмо письмо от контролем эмирала Явинина из Петербурга, который занимался устойчивостью и надежностью различных логических схем. и он подчетал мою статью Антону Сергеевич Борисову, вот она здесь я смотрю, когда я сказал в университете, и я вставлю для библиотеки государства университета, и свои обнаружил, что его идеи во многом совпадают с идеями Порецкого, хотя прошло уже больше 100 лет. Ну, мне, конечно, было очень приятно, что и сейчас идеи Порецкого задействуются, работают в науке, и ну, а имя Порецкого знают не только историки науки, но и те ученые, которые сейчас активно работают. Вот в 1911 году, уже в начале, Николай Александрович выступает в Казанском физико-математическом обществе с докладом «Неаристотельного логика и не их виду геометриру». Здесь уже появляется понятие воображаемой логики, и Николай Александрович прямо ссылается на Лобачевского как того человека, того мыслителя, который подсказал ему «нет». он пишет, что метод Лобачевского позволяет логике экспериментировать, направить те элементы эмпирические, которые в нее перенесены и заменять другие. При этом Николай Александрович вводит и понятие «нет» логик. То есть он считает, что это некая структура, которая является общей для всех классов логик. Вот в этой статье «Воображаемая логика» логика Василий пишет. «Воображаемая логика вносит в логику принципы относительности, основной принцип науки нового времени. Логик может быть много, смешным самовременем не представляется убеждение, но все мыслящие существа связаны логикой аристотичной». Он активно работает, делает доклады в московском психологическом обществе, которое объединяло и психологов, и звезд. Его идеи активно обсуждаются. И вот одна из местных газет, которая называлась «Кангско-Волобская речь», публикует в нескольких номерах подробный доклад, подробное предложение доклада и премию доклада, который сделал Дорбачист. Но сейчас грязно мы могли бы рассчитывать на такое внимание со стороны широты пресса. вот Николай Александрович публикует статьи в центральной журналах. Это статья, которую я считал наиболее важной по всей поскольку она подводила какие-то итоги его работы. Но на следующем год, в 2014 году, после выхода этой статьи, Николай Александрович призывается варом. Прешла первая мировая война. Там он работает лекарем, и ужасы войны окружали его металлическое состояние крайне относительно легче лечить. Он директор и продолжает работать в Казахском университете. Это фотография от писаного отчета. Однако он работает и сравнится на недолго, потому что в 1922 году историко-экологические факультеты лебедируются во всех университетах, в том числе и в Казахском, и соединяются в факультетах общественных факультетах. Это факультеты, которые имеют отчетную идеологическую направленность, и они своей сути и управлению этих факультетов были против старой профессуры во многом. Вот Николай Александрович Васильев в 1922 году, когда ему было 42 года, отправляется на пенсию. Но надо сказать, что ведь образователь Казани не ограничилась Казахской университетом. Была еще Казахская духовная академия, которая там в времени тоже была закрыта. Но Казахский университет пытался спасти наиболее крупных ученых из Казахской духовной академии, и в частности здесь очень долгое время работали Витера Иванович и Сьямов. И другие крупные представители Казахской духовной академии, однако они тоже были отправлены на пенсию в начале двадцатых годов фактически опускаются в районный запрос. Однако какие-то отдельные сняли не сохраняются и на конгресс в 2004 года Александр Васильевич Васильев и Николай Александрович посылают свои дырцы. Этот конгресс проходил вне Африи. Они публикуются под эгидой Босикана. Этот конгресс проходил. Это была единственная публикация Николая Александрович Васильева на иностранном языке. Она была замечена, она важна в видеографию и математической логике Аллы Зачиловича. Она позволила Фейсу и некоторых модальных митейных связанных словачиво с Васильевым. Ватикану эта работа благодаря тому, что проходило как воение Ватикана, она попала в спец стран. у нас и мне пришлось довольно-таки непросто ее вытерпать, помог перейдут перестроги, когда эти вещи достаточно озлобить. Вот Николай Иванович Масильев пытается работать, однако все-таки психика вот эта болезнь, она услугляется, у него был у меня каждый депрессивный психоз, который характеризуется всем, что в медные периоды вполне нормально, совмещается с темными периодами, когда тем больно. эта болезнь, она поражала многих гениальных людей, ну, допустим, Горг Крантов тоже болел у меня там с психозом. Но Васильев пытается и через отца как бы распространять свои идеи, ну, и по, видимо, просьбе Александра Васильевича Васильева Николай Николаевич Лузин, начальник Московской математической школы, пишет отзыв на работу математической логики, которые он считал те идеи, которые называют Николай Александрович Васильев. Лузин обращает внимание, что здесь, в Васильеве, высказывают такие идеи, логики, касаются принципов исследования, исследований принципов мышления вообще. В последнее время, я цитирую Лузину, Лидия и Васильева получили самую высокую важность вследствие новых течений математики, имеющих в виду интуиционизм и эффективизм. А эффективизм это успешно для его сам, Лузин. Идеи Васильева удивительным образом совпадали с наличными усилиями, которым должны теперь прибегать математики силы священия. Необытно, что Лузин не обращает внимания на то, что Васильев отказался в законах противопечных. Он обращает внимание только на отказ Васильева в законах ученых миксов. И вот, поскольку идеи Васильева были изложены в такой содержательной форме, то богатство его идей раскрывалось по мере прогресса науки логики Трекса. Идеи Васильева оказались очень созвучными в бразильской школе логики. Разумачальник бразильской школы логики Ньютон Мандакоста в 87-м году, будучи на философском конкретном философском философском логике в Москве, говорил мне, что он с удивлением обнаружил, что его идеи, связанные с отказом от закона Мансиворичи, задолго до него были высказаны Николаем Александровичем Васильевым. И вот он вместе со своей чеченицей Аидой Аудой организовывает специальное изучение этого Масильева, который помогли развивать новые типы логики классических пара и противоречивых. В этой логике вот этот закон не действует. Идея Масильева сейчас очень широко обсуждается. Он считается начальником не только пара и против чьих, но и такой логики как участие релеванты, ну и так далее, и так далее. Вот последние работы, которые были в некоторую часть, которые затрагивают идеи. Васильев не развивают. Васильев, говоря о будущем, писал, «Я прекрасно раз 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 маню, что защищаемое идея с муцией по быдной логике противоречит тысячелетнему повреждению человечества». Дальше он продолжает. «Все современное движение логики есть восстание против Аристотеля». Трудно предсказывать будущее. Можно только сказать словами сказанных витоке в 16-м, что будущие поколения решат «Было ли это современное движение логики мутным против Аристотеля и не научной революции». Мы видим, что это была действительно научной революцией. и Васильев был один из первых, что высказал идею множественности логичных систем, а сейчас идея плюорализма логики она изначально популярна. Вот я должен еще добавить, что Казанский институт отличается и тем, что в логике были сделаны крупные открытия, но и в Казанском институте работали крупнейшие представители логико-гноциологического направления отечественной философии. Обычно отечественной философии свой тренинг это грубая ошибка, на самом деле это не так, но и гноциологическое направление в Казани работали Невановский и Васильев в этом направлении оно является очень важной частью отечественной философии. Вот мы видим некоторые работы прямо посвященные логике Васильева, работы географического порядка в логике Васильева. Проводятся конгрессы по паре противочеронных и делали пять конгрессов в разных интересных местах. А эта книга, которая вышла в прошлом году, она вышла в Бразилии, в Португалии, на португальском языке, названной книге звучит так, «За колонами Геркулеса». А Геркулесом считается Ньютон Дарвозька, который теперь открыл Евгений Васильев. Вот и, опять-таки, этот бой издан на английском языке, который я сейчас показываю. И вот на днях должна выйти книга в логическое наследие Николая Александровича Васильева идти в современное оборудование. Ньютон Дарвозька, в издательстве шли. Наконец, учреждена премия по логике, которая носит имя Васильева. Она учреждена летом этого года, но и на следующий год будет Герой Юрьевич. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова